Кадры, которые вы видите, работа съёмочной группы BBC. Это наркопритон, где делают дезаморфин. Наркотик, способный всего за несколько лет свести человека в могилу. Всё, что нужно для его приготовления, свободно продаётся в аптеках. Иностранцам трудно объяснить всё это. Сейчас мы с вами находимся в так называемом притоне для потребления наркотических средств, где собираются наркозависимые лица и изготавливают наркотик и употребляют его. Это естественные микстуры. Микстура, да. Лекарственные средства. Это всё в свободной продаже. Это Александр, хозяин квартиры, к которому приходят наркозависимые лица, угощают его. Годка. Годка, да. Потому что эти люди больные. Министерство здравоохранения и гречи. И в этом тоже заключается опасность. Именно таких мест, притонов. И наша служба этим и занимается. Борется с такими местами. Он объяснил, почему он это? Саша, почему ты это делал? Почему? Ну, вот так вот. Почему ты предоставляешь людям возможность изготавливать у тебя наркотики? Ну, можно сказать. Да. Таскай. Тазоморфиновая эпидемия захлестнула всю страну. Аптеки и аптечные киоски открываются на каждом углу. Некоторые из них для того, чтобы работать только на наркоманов. Завозя кадеиносодержащие препараты ящиками. Ничего личного. Только бизнес. Дазоморфин – второй в России по популярности нелегальный наркотик после героина. Его называют крокодилом. При употреблении человек начинает гнить заживо. На теле появляются незаживающие раны. Кожа начинает зеленеть и шелушиться. И становится похожа на крокодилию. Продолжительность жизни дизоморфиновых наркоманов не превышает полутора лет. Это же все остановить очень просто. Принять закон там и все. Ну, кому-то это очень выгодно. Да и понятно, кому это. И так же огромные деньги. Представьте мое изумление, когда я нашел официальное обращение Московской городской думы на еще Зурабова в 2004 году, где было сказано, буквально цитирую, что проблема КДН, содержащая препаратов и наркомании дизоморфиновой, уже преодолела все возможные, так сказать, масштабы и стала общенациональным бедствием и так далее. Это 2004 год. Даже вам сейчас рассказывают, опять в это вдумаюсь, но для меня это просто даже не чувство изумления. Я не знаю просто, я не знаю, как такое может быть. Вот каждые полгода откладывания, введения рецептурного отпуска – это минимум 3-4 тысячи жизни молодых ребят. Запрет на отпуск КДН, содержащих препаратов без рецепта, действует на территории России с 1 июня 2012 года. Я знаю еще пару препаратов, которые надо бы тоже закрыть. Не буду называть, не буду давать рекламу, но надо бы закрыть под рецептурный отпуск тоже, потому что они активно используются потребителями наркотиков. Так что, ну, я, с другой стороны, я прекрасно понимаю, что наркомафия тоже на месте не стоит, и у них есть свои лаборатории, свои ученые, которые разрабатывают какие-то новые химические вещества. А это – лаборатория физико-химических исследований Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Здесь производят анализ изъятых из незаконного оборота наркотических и психотропных веществ. Именно на таком уровне ведется сегодня нарковойна, ведь в ней задействовано новое оружие – так называемые дизайнерские наркотики. В их составе постоянно меняется молекулярная структура, благодаря чему они не входят в список запрещенных. И хотя вскоре их включают в этот список, за это время наркопроизводители синтезируют новые модификации. По мнению ряда экспертов, в мире существует 3-5 очень сильных, можно сказать, ведущих в мире химических групп – мегакорпораций. Это в 10, в 20, в 30 раз более изощренные, чем любая там Кока-Кола, Пепси-Кола. Поэтому, если мы не выстраиваем адекватных мер противодействия, тогда у нас нет никаких шансов просто не то что выиграть в этой войне, а хотя бы остаться в живых. Что такое нарковойна, объявленная против целой страны, хорошо видно на примере наркотизации Китая в 19 веке. В своей стране китайцы были рабами белых господ. Их было тогда 400 миллионов, и каждый третий был наркоманом. Они работали за чашку риса, а по ночам курили свой опиум. Китай дважды пытался закрыть свои порты, чтобы туда не заходили английские парусники с наркотиком. И это стало причиной опиумных войн. Китай стоял действительно на грани буквально уничтожения. Именно поэтому, значит, китайские власти предприняли решение о морском бою британскому флоту. Но Британия была сильной морской державой, конечно, она на голову разбила китайский флот. И, к слову говоря, оттяпала на 100 лет Гонконг, который сейчас постепенно возвращается в родное господин. Освободиться от наркозависимости Китаю удалось лишь в середине 20 века. Как только Китай сбросил с себя колониальное вермо, в них стали расстреливать наркоторговцев за самую малую дозу зелья. За 8 лет количество потребителей опиума в стране сократилось в 10 раз, а китайцев сегодня – полтора миллиарда. Что же нам нужно делать, чтобы нарковойна не уничтожила страну? Согласно опросу в ЦИОМ, 57% россиян ставят проблему наркомании на первое место среди всех угроз национальной безопасности. Население нам пишет, звонит, направляет информацию, в том числе по электронным каналам. Нам по итогам минувшего года пришло 62 тысячи обращений граждан. Из них 72% вот этих обращений как раз несло в себе информацию по притонам, по местам, где торгуют наркотиками, по конкретным персоналям и так далее. Когда общество поймет, что противостоять наркоугрозе мы можем вместе, тогда мы можем, в принципе, эту беду победить. Если мы вспомним теракты, которые происходили в Москве, когда взрывались дома и когда граждане самостоятельно в подъездах, я сам лично в этом участвовал, организовывали дежурство, ночное дежурство у подъезда, вот только такими способами мы можем противостоять только всем обществом. Существуют косвенные признаки того, что в подъезде может быть наркопритон. Часто выходит из строя домофон, постоянно появляются посторонние люди, которые ведут себя неадекватно. На лестничной клетке валяются шприцы или упаковки от лекарств. В случае подозрения жильцам подъезда нужно знать, как действовать. Они могут эту информацию представить либо на наш официальный сайт управления в электронном виде, либо позвонить по телефону доверия. Но для нас важно, чтобы обращаемый оставил свои контакты. Иногда требуется уточнение информации. Иногда какая-то мелочь, которая не придает значения, тот, кто сообщает нам информацию, может быть важным звеном для того, чтобы мы качественно смогли задокументировать. В свою очередь, получая информацию от граждан, мы сохраняем полную конфиденциальность источника, через который информация была к нам поступлена. Мы не в квартиру. А куда? Кому? Мне вот он обещал, если сам пылесос был, мне надо пылесос, чехлы. Ну не чехлы, чехлы, а чехолка. Никому? Никому. Здесь. В 2011 году в России было выявлено 7 тысяч наркопритонов. Уже многое делается для того, чтобы в котел зависимости не попадали новые жертвы. Но у этой войны есть и другая проблема. Как помочь тем, кому наркомания уже успела сломать судьбу? По степени тяжести наркомания приравнивается к онкологическим заболеваниям. В последнее время вообще я уже просто, я старчался очень сильно, серьезно, просто окончательно, можно сказать, скатился на самое одно. Болезнь происходит от слова боль. Наркомания – болезнь не только потому, что внесены в медицинские справочники и каталоги. Она приносит в жизнь человека боль, физическую и духовную. Многие специалисты считают ее неизлечимой, но можно научить наркомана жить. Хотя путь к этому очень труден. И для многих он начинается вот с этой койки, которую здесь называют шоковой. Вот такая вот палата, когда больной в тяжелом состоянии, и он требует интенсивного лечения. То есть наблюдения, снятия разных параметров при нарушениях жизненно важных функций. Это очень важно. Очень часто бывают нарушения дыхания. Для этого больной переводится на аппаратное дыхание, если необходимость есть. Сначала проводится детоксикация, то есть человек, я не люблю этого термина, но так бы, бытовизм такой, да, отмыть человека от наркотиков, от шлаков там и так далее. Современная медицина научилась снимать абстиненцию, болезненное состояние организма после прекращения употребления наркотиков. То, что в народе называют ломкой. И часто сами наркоманы, их родственники, такое временное облегчение принимают за лечение. За это готовы платить огромные деньги и возлагают на это лечение большие надежды. Но через некоторое время следует срыв. Пережив ломку, наркоман снова возвращается к прежнему образу жизни. У меня была девушка, мы два года с ней встречались. И вот четыре раза, ну я ей четыре раза обещал, что я больше не буду колоться и употреблять. У меня были такие моменты, когда я бросал там на месяц, вот такие сроки были, когда у меня получалось. Ну я курил, а нет, ну как бы бросал героин, все равно употреблял наркотики. Зашивался я на три месяца, еще сколько-то. Ну все это, самый большой срок там был, грубо говоря, там 20 дней сколько-то, потом все начиналось по новой. Ну потому что даже в те моменты, когда я зашивал, все равно мысль у меня была одна, что все равно я буду употреблять, потому что я этого хотел. Все объяснимо, если помнить о важном медицинском аспекте употребления наркотиков. Они разрушают в организме наркомана фабрику радости. Молекулы наркотика сходны по своему составу с эндорфинами, гормонами удовольствия. Попадая в организм, они искусственно стимулируют их выбросы, а потом просто заменяют их. Когда действие наркотика кончается, организму уже не хватает гормонов удовольствия. Он начинает требовать их. Именно поэтому, когда прием наркотиков прекращается, у наркомана возникает тоска. Это болезненное ощущение становится для него обычным на первой стадии реабилитации. Я в какой-то момент поняла, что я больше так жить не могу. У меня, правда, было искреннее желание завязать. Наступает такой период, когда ты слышишь изнутри тебя что-то там, кто-то там диктует. А, ты не сможешь, да сдавайся, да у тебя ничего не получится. Даже, ну, те, кто сидят на системе годами, говорят, я смогу бросить. Бросают на год, на два, на три и начинают опять. Потому что внутри ничего не меняется. Ведь кроме физической, у наркомана сформирована и психическая зависимость от наркотиков. И это тоже проявление болезни. Но этого не учитывают многие из тех, для кого реабилитация наркозависимых – только бизнес. Иногда бывает так, что наркодельцы занимаются реабилитацией. И вот по этому замкнутому кругу они гоняют до тех пор, пока можно выжать деньги из этого человека. А дальше его уже отказываются. Клиник на сегодняшний день только под Москве больше 120. И, к сожалению, скажем так, неапробированные варианты лечения есть. Всем известно, да, лечение замена героином метадоном. Ни к чему хорошему это не приводит. Метадон приводит еще к худшим последствиям при увеличении дозы. Никого не волнует судьба наркомана. Всех волнует его кошелек. И если у него нет денег, тогда и он никому не интересен. Наркотики бросить легко. Трудно без них остаться. Любой наркозависимый проходит через это. Психическую зависимость от наркотиков невозможно преодолеть усилием воли. Как невозможно усилием воли прекратить кашель, если ты болен гриппом. Что же делать? Казачья община «Спас» организовалась полтора десятка лет назад. Это было тяжелое время, когда многие остались наедине со своими бедами и проблемами. Дети, выросшие в неполных семьях, убегали из дома, становились алкоголиками и наркоманами. А средств на дорогостоящие лечения не было. История типичная не только для Обнинска, но и для всей страны. Но в Обнинске был «Спас», куда бесплатно принимали алкоголиков и наркоманов. Где-то 300-500 человек прошло в общей сложности. Но были случаи, в которых мамка привозит взрослого сына. Взрослого именно, взрослого, не мальчика уже. Но он не совсем трезвый. На следующий день он трезвеет и исчезает. Но все же большая часть оставалась. И им приходилось принимать те законы и правила, по которым живет «Спас». Здесь именно мужской дух и такая вот мужская дисциплина. Сначала, конечно, немножко тяжеловато. Мы привыкли к вольной жизни, ничего не надо, трава не расти. По сути, ему стать новым человеком надо. Совершенно с другой позиции, с другими ценностями, с другими мировоззрениями. Только тогда эта реабилитация будет эффективной. Потому что те ценности эгоцентризма, гидронизма, стремление к удовольствию, потреблению, они вот и приводят именно к этой ситуации. Здесь именно привыкаешь к обязанностям. То есть на тебя возлагаются определенные обязанности. То есть ты должен сделать это, сделать это, помочь ближнему. Мы именно этому и рекомендуем своим ребятам. Не быть потребителями, а быть... А служить, так сказать, да, вот есть такое понятие, да. Это русское, такое православное и казачье понятие – служение. Здоровая среда должна стать активной. Главный принцип реабилитации. Здесь занимаются родоборством и оздоровительной гимнастикой. Организовали школу самообороны. Отправляются в спортивные лагеря и походы. Те, кто попал сюда, должны полностью сменить жизненные установки. И прежде всего избавиться от праздности, питательной среды любого порока. У большей части реабилитантов именно здесь в первый раз появилась возможность сделать что-то своими руками. Ну, люди порой открывают себе даже таланты какие-то скрытые. Кто-то проявляется мастером, художником, скульптором или резчиком по дереву. У нас уже есть такие. Даже оформили музей, выставку свою маленькую. На ней третий год уже работаю. Просто она, да, если не больше. Она стоит, стоит, нету настроения. Я просто откладываю. С целого куска, да, липа. Не знаю, под чего. Своими силами в Спасе восстановили почти полностью разрушенную Риву. Часть исторической усадьбы 18 века. Построили здание, в котором сами же и живут. Открыли библиотеку на 8 тысяч томов. Особая гордость в общине. Построенная своими руками домовая церковь. Молитва и пребывание на утреннюю вечернюю правиле, это у нас обязательно. Исповедь обязательно, причастие обязательно. То есть здесь, если ты не верующий, то смысл твоего пребывания вообще в православной общине какой. Духовное, телесное, оно вообще-то не может отделяем быть, потому что человек единое существо. Поэтому это все взаимосвязано. То, что дьявол через некоторых людей нам предлагает наркотик, он, конечно, цепляет за то, что в нас есть грехов. Если вы внушаете детям, что хорошо только то, что принес удовольствие, считайте, что они потенциальные наркоманы. Если вы поощряете их совершенно безответственное, так сказать, отношение к жизни, да, грубо говоря. Если вы поощряете их тягу, бесконтрольную тягу к удовольствиям, поощряете их эгоизм, а сейчас это стало, так сказать, повсеместно. Считайте, что вы уже готовите потенциального наркомана, потому что он не понимает, что хорошо, что плохо. На этой карте помечены места, где живут сегодня выпускники Спаса. Обнинский опыт реабилитации вышел за пределы города и даже области. Сюда стоит очередь из людей, которые отчаялись справиться с наркоманией своими силами. Но мест на всех в реабилитационном центре не хватает, так же, как и средств. Только в последние годы городская администрация стала выделять хоть какие-то деньги из городского бюджета. До этого община жила только на пожертвования и на то, что заработают сами. Пребывание здесь, оно бесплатное. Люди, которые приходят, часто приходят, но у них вообще ничего за душой нет. С них даже и желал бы и не взял. Пройдет какое-то время, они выйдут из стен реабилитационного центра и начнут свою жизнь с чистого листа. Будут жить среди других людей, среди соблазнов обычной жизни, там, где до наркотиков рукой подать. Возможно ли убрать эти соблазны? Я считаю, что вот это либеральничание должно быть закончено. Где-то это хорошо, где-то нужна, так сказать, свобода. А есть вещи, в которых свобода разрушительна. Это должно быть жесточайшее, абсолютно, невзирая, так сказать, на какие-то там условности и права человека, как бы, жесточайшая борьба. И, по крайней мере, на каком-то этапе. Иначе мы проиграем, это абсолютно точно. Причем проиграем не в переносном каком-то смысле, а в прямом. Наши дети будут сидеть на игле. Законодательная база для эффективного противодействия наркоагрессии в России появилась в конце прошлого века, когда был принят закон о наркотических средствах и психотропных веществах. В 2003 году в Уголовный кодекс были внесены дополнительные статьи, которые регулировали уголовную ответственность за сбыт хранения перевозку наркотиков. И лишь в последние годы процесс законотворчества в этой области вышел на совершенно иной уровень. За последние три года нашим законодательным органам было реализовано свыше 40 законодательных инициатив федеральной службы. По двум статьям, это за особо крупные сбыты, за контрабанду наркотиков на территории Российской Федерации, у нас теперь с 1 января 2013 года предусмотрена ответственность лишения свободы вплоть до пожизненного. Ужесточение сроков наказания, так сказать, да, оно многих всё-таки может на первоначальном этапе установить. Если, например, человек будет знать, что просто за покупку этой дозы, даже для личного потребления, он может загреметь лет на 20, и его жизнь таким образом просто окончится, и всё его удовольствие будет в том, что он будет где-нибудь там, скажем так сказать, сидеть там в бетонном мешке, это может остановить его. Кроме того, внесены новые квалифицирующие признаки, усиливающие уголовную ответственность, такие как распространение наркотиков через сеть интернет, и такие как распространение наркотиков в местах массового досуга, в школах, в общественных местах, в исправительных учреждениях и так далее. Сейчас принято в законодательстве конфискация имущества, приобретённого от незаконного оборота наркотиков. Это оперативная съёмка операции сотрудника Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. 72 тысячи. В ходе операции была пресечена деятельность группировки, которая занималась перевозкой и хранением полутора тонн до шиша. Нами было обнаружено порядка 10 килограмм золотых изделий, различных наименований, но в целом это не просто бытовые украшения, а это способ легализации, способ накопления средств, полученных от незаконного сбыта, от торговли наркотиками, на самом деле от торговли смертью. Итого 3 миллиона 41 тысячи 500 рублей. Наркобизнес – это вообще цель какая? Добыть деньги. Если в конечном итоге у тебя деньги эти отнимает государство, во-первых, и правильно поступает. Во-вторых, в конечном итоге получается, что не будет денег на развитие дальше наркобизнеса. Пока законодатели готовят свои предложения по борьбе с наркоугрозой, у наркоторговцев предложения уже давно готовы. Сегодня наркотик можно легко найти даже в интернете. Сеть буквально пестрит информацию о том, как его приобрести или сделать в домашних условиях. Значит, набираем телефон, указанный на сайте. Будем разговаривать по громкой связи. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Алло. Здравствуйте. Я вот по поводу порошков звоню. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ А как можно приобрести? Какие у вас условия? Условия на какие? Кошелёк у вас. Кошелёк у вас? Кошелёк у вас. Плачу, видимо, проверяем фото, встречать курьеру. Вот так всё просто. Через два часа на станции метро назначается встреча, куда курьер приносит товар. Представьте, что такое мне передали. Ну, не знаю, мы сказали, но мне дали всё, что идти передали. Нет, давайте по порядку. Кто передал? Я не знаю этого человека. Ну, как, как, не знаю. Как вы с ним познакомились? По облюдению. К какому объявлению? Я вчера только приехал на билеты. Завор не нашёл просто. Какой он нашёл? Ну, вядом. То есть, что вы сейчас продали 6 граммов наркотического вещества? Я не знаю. А? Ну, что ж, я не знаю. Ну, вот вы со мной пришли навстречу. Зачем? Мы сказали, пакетик передайте. Ежегодно в обороте появляются десятки новых препаратов, обладающих одурманивающим действием. Эти вещества исследуют и включают в списки запрещенных, если на то есть основания. Но с момента их появления до запрета проходят месяцы. Сколько тысяч подростков станет наркоманами за это время? Существует ли решение у этой проблемы? Мы сейчас вышли с инициативой с тем, чтобы директору федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков было предоставлено право временно приостанавливать оборот веществ, о которых есть сведения, что они влияют на здоровье человека или обладают одурманивающими действиями, для того, чтобы за время приостановки этого оборота можно было провести соответствующие исследования, экспертизы и разобраться и понять, его необходимо ограничивать в обороте либо его необходимо категорически запрещать. Еще один шаг в решении проблемы – принятие стратегии антинаркотической политики до 2020 года. Она определила основные направления борьбы с наркоагрессией. Наряду с полицейскими мерами, то есть сокращением предложения, сокращение спроса на наркотики. Это, прежде всего, профилактика, это лечение, это реабилитация, это ресоциализация лиц, которые стали потребителями наркотиков. Мы создали некую такую единую технологию профилактики, лечения и реабилитации. Мы эту систему разрабатывали, боюсь ошибиться, лет 20. Потом лет 7 мы уже ее внедрили в Московском научно-практическом центре наркологии. И в 2010 году, в апреле 2010 года, Минздрав издал приказ о порядке оказания наркологической помощи гражданам Российской Федерации. Здесь нужна комплексная, консолидированная, очень солидарная работа изо дня в день. И я очень надеюсь, что все-таки вот сейчас некий новый политический, так сказать, сезон наступает. Все-таки мы действительно отнесемся к этой проблеме со всей подобающей серьезностью и трезвостью. Мы говорим о том, что создается определенное мировоззрение наших граждан, и взрослого населения, и подрастающего поколения молодых людей, когда они начинают понимать, что к наркотику прикасаться нельзя, так же, как нельзя прикасаться к инфекции. Не нужно этого делать. Нельзя прикасаться к некому яду, который оказывает, конечно, острое действие, немедленное действие. В общем-то, стоит задуматься, а есть ли у нас молодежь, которая защищена программами, которые есть в других странах. Какой же опыт других стран в преодолении эпидемии наркомании мы можем использовать? Прежде всего, это пример борьбы с наркопосевами в непосредственной близости от собственных границ, которые продемонстрировали Соединенные Штаты. В середине 60-х годов прошлого века мода на наркотики очень скоро насторожила американцев. Они поняли, что могут потерять страну. Уже во времена Никсона наркотики объявили врагом номер один. Было сделано все, чтобы снизить их производство в ближнем окружении, особенно в Колумбии. Там уничтожалось до 70% наркопассивов. Что касается Колумбии, действительно, США реализуют там план Колумбия, в ходе которого применяются все возможные средства по уничтожению плантаций кустококи. То, чего, собственно, практически не применяется в Афганистане, в Колумбии просто широко тиражируется. В Афганистане, где стоит 150-тысячная НАТОвская коалиция вооруженных сил, уничтожается 3% наркопассивов. То есть 70% в Южной Америке и 3% в Афганистане. Это чтобы понимать, что реально происходит, и чтобы понимать цену тем заявлениям тех же государств НАТО, когда они говорят, что мы активно боремся с наркотиками в Афганистане и так далее. Уничтожать наркопассивы в непосредственной близости от собственных границ – один из эффективных методов борьбы с наркоугрозой. Другой путь решения проблемы дал шведский опыт. Правда, сначала скандинавы сами себе накликали беду. В 1965 году в Швеции были узаконены все виды наркотиков, которые выдавались по рецепту врача. Через год количество наркоманов в стране удвоилось. Правительству пришлось принимать экстренные меры. Кстати, в Швеции опыт по борьбе с наркотиками, который мы должны обязательно использовать, и это просто образцовый такой модельный опыт, там стали обозначать наркоагрессию как заражение. Тогда, в середине 60-х, в Швеции была принята программа по противодействию наркомании. Среди важнейших ее задач – профилактика, выявление наркопотребления на ранней стадии. Профилактика должна начинаться с тестирования, с диспансеризации. Мы на самом деле не ставим диагноза, мы выявляем группы риска. Понятие тестирования довольно широко. Это может быть и анкетирование, и беседа. Есть даже специальные тесты, разработанные Всемирной организацией здравоохранения. Но самые объективные результаты дают медицинские приборы. К примеру, те, которые оценивают реакции, связанные с вегетативной нервной системой. Они позволяют выявлять давность потребления и тип наркотика. С помощью такого прибора можно даже выстроить график, когда и какие наркотики принимал человек. Сама процедура занимает в районе 20 секунд, но это выяснение общих наркотиков в организме. Какой-то основной наркотик мы уже рассматриваем отдельно, в какие сроки, в каком количестве, системности его употребления. Главная задача тестирования, оно выявляет наркопотребителя. То есть того, кто уже попробовал наркотик. Он еще не стал наркоманом, но вполне может им стать. Нужно остановить наркоманию на ранней стадии. Вот я не забуду в Америке два объявления, в Нью-Йорке вижу. На одном объявлении написано, принимаем на работу молодых людей в сетевой магазин садового инструментария. И рядом их же объявление, предупреждаем, что всех тестируем на наркотики. Вот так должно быть. Костя Дзю. Абсолютный чемпион мира по боксу, включенный в международный зал славы, как человек, который внес огромный вклад в развитие этого вида спорта. А ведь он тоже мог пойти по другому пути. И всего этого у него могло и не быть. У меня тоже были соблазны. Мы говорим, да, мне предлагали в свое время алкоголь. Но первый раз я попробовал, мне было 18 лет на мой день рождения. 18 лет. Я считал, что у меня не было стремления, у меня не было времени ни гулять, ни пить, ни курить. От соблазнов Костю Дзю спас наркотик, который тоже дает острые ощущения, на который легко подсесть. Спорт. Это такая зараза, что ты хочешь заниматься, 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 хочешь совершать свое тело. Посадил себя в свое время, посадил свою семью. У меня все, кроме мамы. Единственный человек, который позволительно не быть в этой зависимости спортивной, это моя мама. И вот если своим влиянием, своим примером я могу подобрать многих людей с той же улицы и от одного шага от наркотиков перевести их в спорт, это моя громадная миссия. Сегодня путь к высшим достижениям прокладывает боксер, которого тренирует Костя Дзю, Денис Лебедев. Хорошо проваливает и контракт. О, а вот и левый. Это ни с чем не сравнимое ощущение. Ты преодолел себя, оказался сильнее и техничнее. Ты выдержал и победил. Зал стоя рукоплещет тебе. Какой наркотический кайф сравниться с этим чувством? Беда в том, что многие начинают принимать наркотики, еще даже не зная, что в жизни могут быть и другие ощущения. Более сильные и глубокие. Научить наркомана получать удовольствие от жизни – главная задача реабилитации. Мы должны его научить все-таки получать удовольствие нехимическим путем. Помню, с одной девочкой мы полгода писали стихи. Плохие стихи писали. Но вот ей нужно было выговориться в этих стихах, выговорить свою тягу, свои конфликты какие-то. Здоровый человек. Кого-то там отправляем в горы, и они возвращаются другими людьми. И так далее. То есть каждому подбирается какая-то своя программа. Одна из важных составляющих программы любого реабилитационного центра – спорт. Во многом употреблять как раз я начал из-за того, что я была боязнь вообще физического контакта. Я все время боялся, что я проиграю. Из-за этого я, ну, и в компаниях, и в школе страдал. Я убегал, прятался. Здесь вот именно нарабатывается то, что идешь в борьбу. Те, которые от наркотиков отошли, ну, буквально совсем недавно. Вот, с ними начинаешь общаться, у них еще плывет сознание, как бы. Во многих вопросах тупят. Вот. Через какой-то срок, вот, около года, который занимаются ребята, они преображаются как люди во всех направлениях. Удовольствие теперь в работе, в спорте, в преодолении себя, в том, что нужно открывать новые смыслы в жизни, прийти к вере, понять, кто ты есть на земле. Запомните, отныне все зависит только от тебя. Знаете, ну, может быть, это и смешно, как бы, для кого-то будет звучать, что только сейчас, в свои 26 лет, я начала понимать, что такое радость в жизни. Радость в жизни без дерьма вот этого. Я почувствовала, что вот же она, жизнь, ну, вот же тот кайф, который жизнь дает. Вот, бери ее, она же дает тебе все. У всех есть шанс. Вот хочется, я не знаю, там есть кто-то будет смотреть, сказать ребятам, но, на самом деле, у каждого, как бы глубоко там не залез, есть шанс решения, от человека только, только от человека зависит. Это своеобразный ритуал в одном из реабилитационных центров. Так провожают выпускников, которые уходят, чтобы доказывать, что человек, который перестал принимать наркотики, тоже может жить, как и все люди. С закрытыми глазами выпускник идет по дорожке, освещаемый свечами, и поддерживают его люди, которым он бесконечно доверяет, те, кто все это время помогал ему справиться с болезнью, справиться с собой. Не открывая глаз, он садится перед зеркалом и готовится к встрече. Это встреча с человеком, которого он однажды потерял, который был на волосок от гибели, но выжил в этой нарковойне, и который теперь должен будет помнить об этом всю свою жизнь. А теперь нужно просто открыть глаза. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok